Начнем выпуск с главных тем. К этому часу Дагестан с рабочим визитом посетил заместитель министра энергетики России Павел Сникерс. На совещании в Махачкале под руководством в Рио главы региона Сергея Меликова сторона обсудили проблемы и перспективы развития электро- и газоснабжения в республике. Говорили о тарифах, незаконных подключениях и неплатежах. К чему в итоге пришли, расскажет Леана Порчуева. Бесперебойное электро- и газоснабжение способствует экономическому развитию региона. От надежного функционирования энергетической отрасли зависит не только инвестиционный климат, но в первую очередь важен социальный аспект, отметил в Рио главы Дагестана Сергей Меликов, открывая встречу с представителями топливно-энергетических компаний. По поручению президента Российской Федерации, Министерством обороны на территории республики в настоящее время осуществляется строительство 73 социальных объектов. И до 1 сентября текущего года они должны быть введены в строй. Каждый объект необходимо своевременно подключить к соответствующим ресурсам. Рассчитываю на то, что совместными усилиями поставленные руководством страны задачи будут выполнены. В Рио главы Дагестана подчеркнул, что изменения погоды не должны быть причиной того, что люди зимой остаются без света и отопления в домах. Иногда подобные перебои привозят к плачевным последствиям. А недавно мы имели прецедент с другой трагедией, когда угарным газом задохнулась еще одна семья. Если кто-то не отдает отчет себе в том, что это на самом деле проблема, которую надо решать, я считаю, что просто этим людям здесь не место. Сергей Меликов также затронул и вопрос с крупными долгами перед энергетическими компаниями, которые не оплачивают некоторые организации и юридические лица. А ведь эти деньги могли бы направить на улучшение ситуации в отрасли. Заместитель полпреда президента России ВСКФО Максим Владимиров, который принимал участие в совещании в режиме ВКС, отметил, необходимо рассмотреть вопросы списания долгов, из-за которых получаются большие суммы. О необходимости решать вопросы с источником финансирования, без которых будет невозможно осуществить, осуществление работ, говорил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс. В этой связи он поднял вопрос тарифов. Основная задача – это урегулировать все вопросы с тарифным регулированием, потому что основа у нас проистекает из экономики, и все-таки хотелось бы правильно сбалансировать экономику. Мы не поддерживаем тотальный рост тарифов всегда. Мы говорим о том экономическом уровне, который позволит нормально функционировать этим системам. И тогда можно до конца и четко спрашивать, в том числе из коллег из «Газпрома», из «Россети», «Ребят, ну вас обеспечили источниками, вы сбалансированы по экономике, почему здесь тогда проблемы возникают?» Кроме того, заместитель министра говорил о необходимости завершить ревизию безхозяйственных сетей, которая долго ведется компаниями «Газпром» и «Россети». Подводя итоги встречи, Сергей Меликов отметил, что решению проблем энергетического сектора будет уделено особое внимание. Проблема улучшения состояния топливно-энергетического комплекса, в частности обеспечения светом, теплом, она важна прежде всего для населения. Но в этом отношении не только для населения, потому что без устойчивого обеспечения ресурсами мы не можем развивать строительство, мы не можем развивать расширение социальной сферы. Собственно говоря, это то, что жизненно необходимо для нас. «Развитие направления бесспорно – это обеспечение технологическим присоединением, обеспечение наближающим дополнительные районы, те, которые будут развиваться в части схемы территориального планирования трансформаторными электрическими мощностями. Пока ровно такие задачи стоят». Особое внимание в ходе разговора уделили и незаконному подключению к газо-электросетям. Ведь такие действия чреваты серьёзными авариями. Указав на недопустимость покрывательства таких фактов, Сергей Мельков подчеркнул, что декриминализация сферы ТЭК в Дагестане остаётся объектом пристального внимания со стороны республиканских властей. Леана Парчуева, Руслан Салихов. Время новостей. Леана Парчуева, Руслан Салихов. Продолжение следует...